Вы на канале Черкас Атлант, с вами я Михаил Черкасов и сегодняшний выпуск это не будет день с игроком, это не будет подкаст, это будет нечто новое, потому что сегодня мы будем смотреть, как тренируются НХЛовцы. Сейчас 10.26 утра, мы приехали на землю к ребятам НХЛ, которые тренируются с Сергеем Гвоздевым. Я тоже раньше не знал, что за тренер Сергей Гвоздев, почему у него тренируется как бы избрана там по паре человек. Сегодня настал тот момент, когда мы вместе с вами разберемся, кто такой Сергей Гвоздев, почему ему доверяют НХЛовцы не меньше, чем Павлу Маркидану, какие у него упражнения, на что направлены. Ну а сейчас позади нас тренировку проводят Михаил Сергачев, игрок Tampa Bay, Александр Романов, игрок Монреаль Канадец, Никита Гусев и Дмитрий Орлов, поэтому не переключайтесь. Дим, чё по ногам вообще? Скажи, пожалуйста, чё по ногам? Как накачать ноги, Дим? Как на эту, как курицу, да, на конвейере, вот так. С пульсометром тренируешься? Сколько у тебя? Просто ради интереса. 178. 178, нормально, на 8. У меня сейчас высокий пульс поднимается, с самого детства, когда, ну, какая лихая тренировка по пульсометру, всегда высоко поднимается. Ну, если более-менее уже готов, то быстро опускается. А как ты переношел тесты Купера? Никак. Я в своей жизни сколько их побежал, наверное, 6? И потом решил уехать в Америку, чтобы их больше не вернуть. Ну, можно сказать и так. Спект мешать изолдавался, но я два раза уложил в свою жизнь. Ну, я готовился, там, два месяца, я там, чуть не каждый день бегал просто. Ну, тебе тяжело, короче, и бег вообще не... Бег вообще не у меня. Ну, раньше, когда были маленькими, тебя резали, либо еще что-нибудь обманывали. А сейчас, когда уже было в зрелом возрасте, понимаешь, что надо было бегать, не важно как, последним, не последним, но все равно вообще выносственно на себя работает. И, наверное, где-то я жалею, что... Ну, зато еще тоже что вспомнить. Ну, тяжко, тяжко, да, вообще? Ножки самое такое, прям. Ну, да, сейчас налет, когда пойдем, вообще неприятно. Ног нет, и тяжело кататься. Ну, ничего, сейчас сбор уже. Лучше сейчас было бы тяжело, чем в сезоне. Катеринскому скажет, ты не хочешь с ними покататься, как защитник, типа, индивидуальную? В прошлом году, да. Просто они слабые, да, наверное? Ну, да, я обычно катался там с одним тренером, да, и сейчас он работает в клубе. Ну, и, в принципе, я в этом году вообще мало отдыхал, если брать в прошлый сезон. Просезонка у меня достаточно долгая уже. Да, просто они слабые, и ты не хочешь с ними кататься, так скажи. Ну, реально. Нет, я думаю, еще есть время, я думаю, в Ашельфон, наверное, приеду там, покатаюсь, над катами поработать или неделю. А сейчас просто охота проиграть, как-то подвигаться. А в зале на что? Что упор больше всего делаешь? Да, слушай, у нас, на самом деле, упор идет в течение недели на все, на выносливость, на ноги, наверх, да, и всего понемногу. Какое-то что-то определенное мышцы мы не берем, мы не работаем целую неделю, но все равно нам нужно все от головы до ног. И, в принципе, тоже, когда, если идет зал, потом идет налет тяжелый, все равно голова устает, и на данном усталости надо принимать правильные решения. Поэтому это тоже, чем дольше тренировка, чем дольше люк, совместимое с залом, тоже, я думаю, помогает залить. Друзья, хочу поблагодарить своего партнера Лигуставок за помощь в создании сочного контента. И специально для вас они запустили классную акцию Колесо Фортуны. Регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии, крутите колесо и получайте бесплатную ставку до 10 тысяч. Сейчас ножки в зале и еще каташечка, и потом домой просто... Ты потом ноги в мушку выкидываешь или куда? У тебя вторые есть с собой? А вы вдвоем, или все вместе? Я и Сергей. Я так не всегда тренерусь, все в зал отдельно и... Самое тяжелое трение, какая у Сергея, у Воззева. Самое что? Самое тяжелое. Тренировка? Да. Вот это? Вот на ноги, очень удобно. Ускорение на велосипедах. У вас что, получается, вы пришли, размялись? Раз, два, три. Четыре станции. Четыре станции все на ноги, три круга. И что потом? Растяжка и домой? Ну, налет. Да, у нас лед целя через 3,5 штата. Отчитывается пауза, отдых, потом работа, отдых, работа. В итоге отдых 60 секунд, работа 30. Парни говорят, что это очень тяжело. Ну, в принципе, оно и видно. Особенно по Диме Орлову, который уже, по-моему, насквозь мокрый. Натощак тренируешься? Почти сюда. Не могу с утра. Я в 8 утра встаю и не могу в 8 утра заставить себе что-то тяжелое съесть. Да, да потом еще тренировка вот эта вот. Ну, обычно просто питьевой йогурт какой-то. Молочку ж нельзя. С детства учили. Молочку нельзя. Типа, боб колоть будет. Не знаю. Вроде не было таких историй, чтобы боб колол. Тренеры, значит, обманывали нас все детство. Реально к тебе говорю. Ну, у нас так говорили, молоко нельзя пить. Там, знаешь, кашу на молоке. Перед бегами, перед такой работой. Вот знаю, пить его йогурт. Вообще идеально. Ну, для меня кашу уже свое. Если не хочешь, ну, если нет возможности каши, или не хочешь кашу в 8 утра, там. Ну, просто для моего организма рано. Это очень, там, 8-9 утра что-то есть такое тяжелое. Попозже, да. Но сейчас вот хороший завтрак будет в 11. Ты на что делаешь упор в предсезонной подготовке больше всего? Да на все, в принципе. Нет такого, на что-то определенное. Ну, в зале, там, не знаю, стараешься набрать мышечную массу или, наоборот, там, на... Именно выносливость поработать. Функционал. Ну, больше, да, наверное, выносливость. И ноги, взрывная скорость, наверное, для меня сейчас важны. А на льду? На льду больше ровная работа, на самом деле. Сейчас идет летом. Потому что в сезоне придешь, чтобы не задыхаться. А ты на льду с тренером тренируешься? Сам про... Сейчас нет, мы с ребятами все. Там, у нас полчаса тренировка, и потом мы играем. Сами придумаете упражнения? Нет, тренер приходит, дает упражнения. Сергей, здравствуйте. Привет, Миша. Слушайте, давно, на самом деле, как-то наткнулся на ваш инстаграм. И уже давно увидел, что Миша Сергачев тренируется с вами. В этом году подъехали Дима Орлов, Никита Гусьев, Саша Романов. Расскажите, вы... Ну, я видел, что вы в Новогорске тренируете. Значит, где-то в сборной работали? Или откуда вообще? Как появилось работать с инстаграмсами? Нет, не работал я со сборной пока еще. Не удалось, не приглашают. Но может быть, в скором будущем. А так получилось следующим образом. Вообще, вы прийти к этому процессу. У меня друг, личный тренер Павла Доцука, Денис Коротышев. Сейчас он работает в Магнитогорском Металлурге, главным тренером по ОФП. И он в свое время, в 15-м году, после чемпионата мира, попросил меня подготовить на тот момент еще напарника по команде, Лешу Марченко. Он с ним в Детройте тогда играл. Вот. И с этого момента, так сказать, все и началось. Пришел Леша Марченко, потом сразу же пришел Дима Орлов к нам в команду. И вот постепенно, постепенно, потом Ваня Барбашев. Просто для меня всегда, ну, я как бы видел Мишу в инстаграме, и для меня осталась загадка, кто же такой Сергей Боззев? Почему я про него раньше никогда не слышал? И давно хотел попасть к вам на тренировку, посмотреть вообще, как происходит этот процесс. Потому что, ну, у нас как бы мало тренеров, которые работают индивидуально с игроками, и от этого еще интереснее узнавать про вас. Расскажите, на что делаете вы упор в предсезонной подготовке серьезных таких ребят, инхайловцев наших русских? Ну, честно говоря, конкретики никакой нет. Есть общий план написанный, но он иногда корректируется от года к году. Чаще всего у хоккеистов страдает... Первое, что я всегда слышу, это взрыв. То есть не хватает стартов и скорости. Это такая вот первая ступенечка, на которую мы обращаем внимание. Ну, а все остальное, это, конечно же, в первую очередь, это залечивание травм. То есть это подготовка связочного аппарата, а потом уже мышечного, да, потому что мышцы там проще силы добавить им. А вот связочный аппарат подготовить к тому, чтобы выдерживали силу мышечных групп, это сложнее делать. Они немножко дольше растут и так далее. Ну, и общая выносливость. Общая выносливость. То есть, по большому счету, если говорить научным языком, вот научным прям, то мы формируем... Первое, это миофибрилы растим в клеточных структурах и митохондрии. Те, что отвечают за выносливость. А миофибрилы за силу отвечают. Вот это два таких направления, под которые подстраивается весь тренировочный процесс, средства, методы и так далее. Телетренировки формируются именно на основе вот этих двух показателей. Я видел, не знаю, с вами, не с вами, Миха тренировался в бассейне, Сергачев. Это с вами. Да, да. В чем фишка? Я просто, ну, раньше у тренеров я не видел бассейна. Я видел песок там у Маркедана, например, то с бассейном первый раз. Бассейн, ну, это, во-первых, очень хорошо разгружает психологически, а второе, это общая выносливость. Работает все группы мышц, плюс мы там плаваем в трубочках, создаем некую иллюзию гипоксии, да, подъема в горы, что, опять же, как раз и приводит к тому, что когда человек закисляется, то есть у него повышается там пульс и так далее, не хватает кислорода, у него как раз формируется некий стресс, который позволяет начинать расти вот именно митохондрии, да, которые у нас, помимо того, что они утилизируют лактат в процессе работы, вот, они еще и являются энергетическими субстанциями, которые накапливают ЭТФ, вот. Поэтому вот мы включили в процесс тренировочный давно довольно-таки уже бассейн. Ребятам очень нравится, они всегда переживают, когда бассейн закрывается. Вот как сейчас, вот он был закрыт три недели, мы только бегали. Вот со вчерашнего дня, с позавчерашнего среда уже ходили, плавали. Никита Гусь, я чуть попозже выложу публикацию с ним. А бега присутствует на сборах? Да, да, у нас один в микроцикле, один день тренировочный, это бег, это мы ездим в Одинцово, там на трассу Лазутиной, там 6 километров пересеченная местность по асфальту, вот, и после нее мы обычно там что-то еще делаем, либо прыжочки в подъем, либо интервальную работу там разного характера. Тренировочный цикл у нас приблизительно рассчитан на 8 недель подготовки, от 6 до 8 недель. И, в принципе, за этот тренировочный цикл все, все подходят под одну, под один уровень. Понятное дело, что от природы кто-то, блин, мощнее, кто-то тяжелее и так далее. Но, в целом, на выходе мы должны иметь все одинаковые позиции. Мы корректируем, конечно, исходя из того, что обсудили с ребятами в конце сезона. Я всегда у них спрашиваю, что им не хватило в этом году. Они всегда мне что-то рассказывают, что им не хватает. И мы делаем, конечно же, упор. Но делаем упор чаще всего. То есть подстраиваем тренировку под одного, а делают все. А потом просто подстраиваем тренировку под другого, но делают тоже все. Потому что в основном качества не хватает одинаковых всем. Поэтому тренировочный процесс и выглядит в основном сбалансированным для всех. Одинаково. Спасибо большое. Желаю вам удачи в предсезонной подготовке. Спасибо, что заехали. Счастливо. Ну что, парни, вот такую тренировочку ног в зале мы сегодня посмотрели от игроков НХЛ. То есть было четыре упражнения. Все делается по кругу. Три круга. Это планка, это приседания, это нашагивание с этими блинами на резинке. И любимое упражнение Александра Романова – это баланс. В принципе, как бы все... Всю тренировку вы видели, упражнения видели. Можете сами использовать, юзать. И работайте, ребята, работайте во благо. Вот вам все, показываем, что надо. Как бы остается только мечтать.